Сюда не просто из-за нечего делать, а чтобы людям, как православные проповедники, возвестить волю Божию, что Иисус умер за грехи людей и воскрес третий день, и всех зовет к покаянию. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Миллионы дизлайков будут целой вечности. Ты самый лучший детства, современный дедушка. Только не ругаться, чтобы ни одного худого слова не сказали. Если у вас есть вопросы о душе, о вечности, вы только очки эти уберите с глаз, пока говорим. А то что-то, вот так. Какие есть вопросы о душе, о вечности, о будущем, можете задавать. Деда, я уже сгорю сто процентов. Что сто процентов? Я уже наверх не попаду, мне там уже путь огражден. То есть вы надеетесь быть в Царстве Небесном, не в аду, да? Нет, я надеюсь быть не в Царстве Небесном, а в аду. А зачем же так? А потому что моя жизнь уже просто... А вот, дорогой, а теперь для этого ты, Христос, и пришёл. Взял грехи мира на себя и говорит, верующий в меня не погибнет, но имеет жизнь вечную. Не верующий в меня не имеет жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Зайди в любой храм дома и скажи, Господи, прости меня, ты умер за мои грехи. Я обещаюсь никогда этого не делать и не делай. Пойди в православную церковь, сходи на Исповедь. У вас другая будет жизнь, жизнь радости во Христе. Я учусь на ветеринара, у меня уже не получится. Ну и вы это не знаете, сатана так держит, не получится. Сейчас поставили небольшой фильм, называть «12 минут. Интервью с дьяволом». Дьявол даёт интервью журналисту в лесу. Это надо увидеть. Так вот называется «Интервью с дьяволом». И он спрашивает, что вы не любите? Не люблю, когда люди каются, когда к Богу приходят, когда между собой мирятся, когда Библию считают. Он всё называет, как есть. И говорит, а кто ваш самый большой враг? Сразу. Это тот, которого я распял 2000 лет назад. А что будет дальше? Он придёт скоро и убьёт меня. То есть в огонь вечный бросит. И отвечает, люди-то не понимают, а кто Библию знает, то знает. Достает сигару, закурил, а журналист говорит, вы курите? Он засмеялся и говорит, вы спрашиваете того, кто это изобрёл? У меня вопрос, можно? Можно, пожалуйста. В Библии, если я не ошибаюсь, написано то, что сексом заниматься нельзя, правильно? Что нельзя сделать? Сексом заниматься, любовью. Ну как это нельзя? Когда Господь благословил щиту, Адаму создал Еву, и дальше люди благословенные в церкви венчаются. Блуд не разрешается, прелюбодеяние, разврат. Они будут в огне. А у тебя своя жена, утешайся ею, рождай детей, воспитывай. То есть если не женат, то нельзя, да? Ну неужели можно-то? Ты же не скотина. Это у кого-то можно четыре жены, а у нас нельзя. Если у него вторая любовница. Если не женат, то есть я вот, допустим, свободен, холост. Ну какой же вы свободный? Написано, если ты свободный, вступаешь в женщину в отношения. Это называется блуд. А если ты женатый, и изменяешь прелюбодеяние. Только разница в названии. Ну и прелюбодею больше наказания. Было бы о чем говорить. А вот это все из-за чего? Бороды-то подзбревали под каблучники. И вас женщина-то уважать не может, не держится. Почему у нас? Вот мы строим православную деревню с нуля. Одна деревня на всю Россию. Нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Ни одного развода, ни одного аборта. Ну да. Да. А почему вам не создать? И сколько из верующих-то? Никто этого не делает. На готовый дай квартиру, а я буду в туалет ходить возле кухни. А в деревне другой воздух. Все свое, скотина своя. Дети рядом. Все за ними присматривают. Каждый день. Вот сегодня называется Сретенье. Симеон встретил Христа. Праздник двунадесятый. Сегодня в храме все. Вчера вечернее богослужение. Ты молишься, благодаришь. Я мусульман спрашиваю, а что у вас самое ценное в вашей вере? Ну, начинает соображать. О, мы дружные там. Я говорю, нет. Самое главное, пятикратный намаз. Пять раз молитесь. А у нас девять раз. И после каждой молитвы сто поклонов. Они удивляются. Я говорю, ну, это наши две общины так. Мы, у нас в церкви с тарелкой не ходят. Мы православные. У нас ни за что деньги не берутся. Ни за крещение, ни за что. Десяти нам все покрывает. Понимаете, честно надо жить, безобмана. Это не в России. Такого не бывает. А вот на России. Вот я, тайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ну, тогда это хорошо. Уже мир начинает меняться. Так, а вы знаете что? Есть такая система, скайп, как домофон. Скайп. И вы в него войдите, Игнатий Лапкин зарядите. Я один по этой фамилии. И на меня сразу выйдете. Я вам скину свои ресурсы. А вы подготовьте вопросы еще. Здесь в Ютубе у меня канал. Самый большой в интернете. 20 тысяч 500 роликов наших. 46... Во свете Библии. Свет от Библии идет. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Сейчас, одну секундочку. Да. Общий просмотр 46 миллионов. Прямо интересно стало. Это, в принципе, неплохо. 45 тысяч 800, кажется, подписчиков. Сейчас, сейчас, Ютуб загрузят. Да, пускай. Одно называется. Во свете Библии. Свет от Библии идет. Во свете Библии. Дальше. Игнатий Лапкин. Это я. Сейчас. Игнатий Лапкин, да? 45 тысяч 800. Да. Вот вчера я ролики поставил. Как мне тут врач пришел на дом. Ну, она не официальный врач, а так, другие работы-то. А у меня механическо повредил глаз. Порезал. И попала инфекция. И она мне закапывает как. И тут все увидите в ролике. Как мы молимся. Как с ними связаться можно? Не слышим. Слава. С Богом все по-другому выглядит. Когда люди вникают в закон Божий. Закон совершенный. Который говорит. Скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Как правильно исповедовать? У вас далеко. Микрофон чуть поближе сделать. Я говорю, расскажите мне, пожалуйста, как правильно исповедоваться. Ну, исповедоваться как? Вот, допустим, я гляжу на вас. Первый раз вижу. Вы должны быть одеты прилично. Как женщины. Если вы зайдете на мои ресурсы, вы увидите, как у нас женщина одевается, как хиджаб. Платье до полу. Ну, сердце приготовить. Это главное. Что раскаивается во всем, в чем вас судит ваша совесть. Считаете, нет Евангелия. Возьмите Евангелие, почитайте. Я читала. А считали, тем более обновите. И вам легче считать. Пойти в православную церковь. Узнать, когда исповедь идет. Сходить на исповедь. И всем раскаетесь. Можно, подождите, а можно ли доверять священникам, которые сами ведут неправедный образ жизни? Ну, а вы где там бываете, там и узнаете. Если бы были у нас здесь, вот в Барнауле тут, я мог бы назвать, а я не знаю даже где вы и зачем. Вы сами узнаете. А вы знаете, в Саратовской области есть такой поселок Торискино, там батюшка Кранит. В батюшках? Самарская область это? Да, там... Саратовская. 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 А вы слышали так? Федотов Андрей. Это вы? Нет. Я Игнатий Лапкин. Алтайский край. Я не священник. Я просто проповедник. Брат у меня священник. Мы строим... Направьте меня на путь истинный. Я вас направляю уже. Вы должны поверить. Подождите пить. Это не поможет, что вы пьете. Я знаю, для чего люди пьют. Нигде не пьют. Только в рулетке в этой пьют. Потому что за то, что здесь делается, внутри пылает блудный огонь и готовится огонь вечный. Пытается залить его. Это не удастся. Надо приготовиться. Расстаться со всеми грехами. И сказать так и так. Господи, прости меня. Ты за меня умер. Ты омыл кровью своей каждого, кто пришел к тебе. Ты на кресте висел за меня. Ты умер и воскрес для меня. Подождите, пожалуйста. А перед исповедью там нужно не кушать сколько-то дней или что? А сейчас через две недели будет пост начинаться. Семь недель до Пасхи. И поститесь. Ничего не ешьте ни мясного, ни молочного, ни яйца. Да. Да. А потом можно на Иисусе. Ну, Пасха когда будет там, и тогда на Пасху священник скажет и разговец, а тогда можно. А все грехи прощаются? Все. Господь омывает человека. Если человек был некрещеный, принимает крещение. А для крещения... А можно вопрос задам? Нет, подождите. Вы задаете вопрос... Нет, я буду вас чуть-чуть перебивать. Смотрите, а если мне во время крещения, когда одевали почку с крестиком, почка разорвалась, что это значит? Я о главном пытаюсь говорить, а вы меня забиваете. Это нехорошо. Простите, пожалуйста. Для крещения три условия. Первое. Вы должны себя осознать грешницей, окончательно погибшей. Если сейчас Бог прервет жизнь, сразу в ад, в огонь вечно с сатаной. Ты должна дойти до этого состояния. Оправдания нет никакого. Второе. Поверить, что за наши грехи Иисус Христос умер, распятый на кресте, и зовет всех покаяния. Это второе. И третье. Креститься в церкви, чтобы троекратное, полное погружение до волосинки в воду. Бесплатно. Если деньги платят, креститься не надо там. Слушаю. Если одевали... Я вот вам спросила, если одевали, меня крестили в семь лет. Если одевали... Вы убрали микрофон далеко, плохо слышно. Я говорю, смотрите. Как вас зовут еще раз? Милапкин Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, смотрите. Меня зовут Ольга. Очень приятно. Смотрите. Если меня, когда крестили, одевал батюшка цепочку с крестиком на шею, и цепочка разорвалась, и крестик упал на пол, я считаюсь крещеной или нет? Да никакого отношения-то не имеет к крещению-то. А вы... Вот у меня не оторвется цепочка, потому что я бедный, и у меня капроновая нитка. И уже 30 лет на шее, и он не отрывается. Но это не плохой знак, правда? Никакого знака нету, вообще нету. Это плохо сделали. Которые в Софре на деньги взяли, а сами не могли даже цепочку сделать. Это мошенники. Понятно. Вы на них надеетесь? Просто у меня такая жизнь сложная. Поэтому я думаю, может, от этого тоже что? Может, мне перекреститься надо? Нет. А крестили вас полное погружение под воду или мокрой ладошкой по голове? Голову кунали в чар. Это не крещение. Маленькая не была уже. Это обман. Крещение даже... Обман, да? Обман, потому что слово крещение на всех языках переводится как погружение, тауфэн, баптизан. То есть вы мне советуете еще раз, да, пройти обряд? Нет, не еще раз. Это вы не были крещены, обмануты. Ничего нет у вас. Крещение, погружение. Написано, Евнах и Филипп оба сошли в воду. Христос крестится в Иордане. Князь Владимир... Я не могу там. Князь Владимир... Князь... Знаете, князь Владимир крестит в Днепре. Князь Владимир... Продолжение следует...